что не так с этим человеком я не могу кто этот человек как так нет сколько я трачу на кошку свою зачем ты это говоришь боже мой какой кошмар нет не правда не правда привет я и не magic и со мной тут мои самые разные питомцы нам вот пришла кнопочка от youtube золотая за миллион подписчиков вот такая вот красивая золотая кнопочка теперь у нас тут написано magic family просто на серебряной было написано софия торва потому что канал изначально назывался в честь одной из моих собак софи спасибо огромное вам в первую очередь потому что именно благодаря вам она у нас есть и сегодня я хотела бы рассказать вам такую очень личную вещь на днях я поругалась со своей подругой на тему кошки и собаки собачники и кошатники она мне сказала что между прочим когда-то давно когда ты только начинала свою карьеру на ютубе ты снимала видео собачники против кошатников и вот я поддерживаю ту твою точку зрения кошатника которого ты изображала я снимала действительно такое видео снимала я его когда у меня не было моей кисы алисы которая вытащила из канализации и в мою жизнь кошка попала абсолютно случайно она не была запланирована так что сегодня я хочу вместе с вами посмотреть этот ролик выслушать все за и против высказать свою позицию на эту тему сейчас и конечно же услышите ваше мнение по поводу собак и кошек этого вечного противостояния кошатников против собачников кстати 1 сентября алиске будет годик она у нас спасеныш это мы так придумали с ветеринаром у нее будет день рождения и я буду ее стерилизовать и если вам интересно как это все будет проходить как она будет себя чувствовать в общем видео об этом то ставьте лайк и я его сниму и вот она вся кошкина натура не хочу я сидеть тебя на ручках я пошла я так давно не смотрела свои старые ролики что мне кажется если честно уже что это даже не я собаки умеют лаять а кошки нет так как все-таки это скетч аргументы и некоторые здесь действительно довольно юмористические собаки умеют лаять а кошки нет ну как бы да они очень очень веский аргумент кошки умеют мурчать ну да этим они отличаются от собак ребята я совсем забыла вам сказать что 8 сентября я буду в москве на вид фесте и вас всех там жду ссылочка на билеты будет в описании приходите пообщаемся подробности еще напишу вк в инстаграме в общем увидимся а сегодня на моем канале и не magic ваши любимые смешилки иные сразу после этого ролика выйдет тот ролик поэтому досматривайте это видео до конца собаки это лучший друг человека и это всем известные собачники явно более общительные чем кошать зато кошки более независимые и хозяева вообще-то тоже собака лучший друг человека действительно есть такое утверждение и все потому что собаки более зависимы от хозяина они как бы с ним в такой стае живут потому что собаки это стайные животные а кошки они все-таки одиночки сами по себе поэтому их как бы не считают друзьями и ходит много мемов что кошки вообще считает людей своими рабами но с тем что собачники более общительные чем кошатники теперь я абсолютно не согласна потому что ну если уж такими терминами это называть то я и собачник и кошатник и мое умение общаться с людьми от этого абсолютно не меняется но сейчас на своем опыте я точно знаю что алиска она вообще независимая от меня то есть она может даже слушаться она может даже разговаривать реагировать если я что-нибудь говорю алис то есть она может отвлечься даже но ее поведение она все равно такое типа чё тебе надо есть куча примеров когда собаки спасали жизнь человеку действительно существует очень много собак спасателей специально обученных также существует много историй когда собаки спасали жизнь людям но есть и истории когда кошки спасали жизнь людям зато кошки и коты скажите вообще-то сами умываются в отличие от ваших супер умных собак ты чё блин тогда с двумя собаками не знала что собаки тоже умываются они лижут лапки потом этими лапками моют мордочку просто конечно же они делают это совсем не так как кошки не так активно а иногда у меня даже очень часто такое происходит когда собаки лижут моют глазки друг другу это так мило точно известно то что собаки намного преданнее человек собаки не то чтобы преданнее чем кошки кошки также любят своего хозяина теперь-то я уж знаю они также переживают за него чувствует его настроение просто из-за того что собаки более стайные животные они кажутся более преданными потому что они везде с тобой хвостиком ходят смотрят на тебя ловят каждую твою реакцию что ты скажешь просят тебя поиграть прямо то есть активно взаимодействует с тобой а кошки они более такие сами по себе и кажется что они менее преданные но теперь я не думаю что алиса попав например к другому хозяину или в другую семью не будет переживать нервничать точно так же как и мои собаки поэтому я теперь не согласна с этим пунктом зато кошки намного элегантнее и грациознее не зря существует такое понятие двигаться как кошка походка кошачья собаки они более такие но это по теле собак намного энергичнее и много времени проводят на свежем воздухе стоп 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 это правда если ты начинаешь играть собакой она будет играть с тобой пока не устанет точно так же как кошка если ты начнешь не играть она не устанет поэтому мне кажется это вообще бред какой-то энергичность зависимости от того кто у тебя кошка или собака собакой чаще всего нужно ходить на улицу гулять но наверняка существует очень много людей кто как я выводит и свою кошку на улицу кошатники могут сидеть дома одни сколько угодно и не нужна постоянная компания что с ней не так что не так с этим человеком что было не так со мной что значит им не нужна постоянная компания всем людям нужно общаться даже самым таким глубоким интровертом которые не любят общаться и социофобам всем людям нужен какой-то контакт блин вообще какой-то бред собак самый лучший нюх а кошки лучше видят в темноте но если честно я не видела вот таких вот четких исследований что у собак нюх лучше чем у кошек а зрение ночное у кошек наверное лучше потому что они все таки охотники они охотятся по ночам за мышками я могу сейчас ошибаться если вы видели какие такие точные исследования об этом может быть напишите в комментариях но я точно помню что я читала что как ни странно у собак не очень хорошее зрение и на далеком расстоянии почему например собака может лаять на человека потому что она не очень хорошо видит кто это а в темноте собаки видят вообще плохо между прочим собаки могут охранять зато вообще-то кошки могут в отличие от собачек ну а есть мышей в доме очень много мышей действительно неоспоримый факт что бывают собаки охранники специально даже такие породы и многие другие собаки могут охранять дом ну как бы здесь не поспоришь сложно представить себе кошку прям там охраняющую дом наверняка есть какие-нибудь такие случаи но по большей части действительно собака служит охранником а кошка ловит мышей и всяких там зверушек каких-нибудь в отличие кошек собаки могут выполнять команды кошки не созданы чтобы слушать чьи-то команды они же не рабы я не могу кто этот человек вообще что она говорит ладно я не буду даже удалять это видео с канала собаки способны выполнять команды любую собаку можно дрессировать но кошек тоже можно дрессировать я например постоянно занимаюсь солисткой когда я и даю как еду я прошу ее дать лапку и она уже начинает что-то понимать и у меня даже книжку мне magic подарили как дрессировать кошек то есть и кошек можно дрессировать не зря существовал какой-нибудь куклачев если я не ошибаюсь его зовут где цирк кошек где кошки выполняли какие-то нереальные трюки то есть и тех и других можно дрессировать просто видимо разный подход зато выбор пород у собаку намного разнообразнее чем у кошек стоп выбор пород у собак разнообразнее чем у кошек давайте проверим кстати это очень смешно я пока сейчас иду в интернет посмотреть сколько существует пород собак я делаю реакцию на свое же видео но я должна была это сделать мое мнение изменилось особенно тогда когда у меня не было кошки вообще и когда она у меня появилась я поняла что это абсолютно классные животные космические да они совсем не такие как собаки они странные для меня сейчас потому что если я привыкла что я позвала собаку собака пришла и мы с ней общаемся если я привыкла что я собаке говорю нет и она точно знает что такое нет то с алиской все было совсем по-другому и для меня это было типа что меня не слушают что на меня все равно на мои слова что она делает то что хочет как так нет но со временем мы находим с ней общий язык и мне очень нравится когда я ей что-нибудь говорю а она мне отвечает например я ее ругаю за что-то слезь со стола алиса такие странные звуки издает сегодня официально признаны около 400 пород собак это нам говорит google давайте посмотрим сколько существует пород кошек в общем я тут вдалась подробности полистала и немножко в шоке разные организации признают разное количество пород но это бывает 42 породы например сфа признает 38 пород другая организация 45 32 а если обратиться к птице то существует 71 порода кошек короче можно запутаться но их явно меньше чем собак ладно зато кошки могут жить даже в самых маленьких квартирках благодаря своему размеру некоторые собаки между прочим тоже зато собаки умнее чем кошки и это доказано учеными какими британскими маленькие размеры действительно не зря россия все-таки по разным данным считается страной именно кошек а не собак потому что кошку может позволить себе завести любой человек который живет просто в однокомнатной маленькой квартирке и кошка не будет занимать много места но если это не какой-нибудь там мэйн кун или какая-нибудь полу дикие вот эти вот крупные кошки а собак маленьких тоже есть некоторые породы вот как например у меня чихуахуа и их легко можно завести в однокомнатной квартире а вот покрупнее собаки ей уже просто физически и морально будет тяжело жить маленькой квартире об этом кстати можем как-нибудь поговорить то что собаки умнее чем кошки об этом пишут огромное количество действительно разных исследований потому что у них больше мозг больше возможностей они более развиты чисто даже от рождения генетически я сегодня такая защищаю кошек я выступаю против собак нет но по многим исследованиям все таки считается что собаки умнее а вот кошки обходятся в содержании гораздо дешевле чем собаки купи то купи все купи 5 10 дешевле ли кошки чем собаки ну вот на алиску как и сколько я трачу на кошку свое это питание еда это игрушки это туалетный наполнитель обязательно это единоразовые какие-то покупки типа туалет она конечно же так не убивает игрушки как собаки поэтому игрушек меньше гораздо ей нужно покупать обработка от клещей блох и всякие лекарства против глистов ветеринар наверное одинаково но если взять такого настоящего собачника он действительно покупает там собаке много разных ошейников поводков там еще каких-то вещей рулеток всяких поилок на улицу ходить гулять всяких ботиночков защитных там для лапок ну может быть и правда собака одна обойдется кому-то дороже чем одна кошка но я думаю все зависит от человека и да кстати к этому вопросу кошек не нужно выгуливать зато собаки и хозяева они более позитивные окошки и кошачки за нужны и нет зачем зачем ты это говоришь боже мой какой кошмар в общем про то что кошек не нужно выгуливать я уже говорила а вот по поводу того что собачники более позитивные и что там а кошатники зануды это наверное все таки какой-то бред зато кошки мягкие легкие и пушистые и с ним очень классно обниматься стоп обниматься классно не только с кошками но и собаками и собаки есть мягкие и пушистые кошки тихо мяукают а собаки громко ладно ладно собак можно приучить не лаять просто так а кошки зато вообще лаять не умеют кошки бывает мяукают так громко что у вас взорвется мозг от того количества и мяуканье когда кошка очень хочет гулять вы поняли о чем я она может мяукать очень долго сводить тебя с ума по ночам носиться психовать громить все что можно в отличие от собаки но собаки действительно могут лаять у собаку можно отучить лаять просто так кошку отучить мяукать я думаю невозможно вы знали что у собак тоже есть красивые длинные усы но не совсем такие длинные как у кошек но у собака не тоже есть собака играть гораздо интереснее чем корки правда ведь нет не правда не правда и с кошкой и собакой играть интересно просто у них абсолютно разный подход к играм если кошечке нужно там что-то такое изображать что это что-то маленькое живое бегает она начинает за этим охотиться то собака она больше на контакт то есть она приносит мяч опор там она также бегает с игрушкой притаскивает ее вам и говорит покидайте мне ее ну в общем это просто разные игры черт кошки у тебя даже кошек нет это же просто мягкие игрушки а теперь у меня есть кошка и мне есть что сказать ну там типа 14 на 14 аргументов типа ничья да киска алиска мы должны любить всех животных и не делить людей блин под дурацким параметром кто кого заводят переходите по ссылочкам на новое видео на моем другом канале на magic pets ролик вышел на днях и на any magic сегодня ваши любимые смешилкины голосуйте обязательно вопросики ставьте лайк если вы хотите видео про операцию алиске и увидимся скоро в новых роликах